Всем привет! Это Ольга Швец. Давно-давно ожидаемое и давно-давно обещанное видео о визажистском кейсе. Что я хочу сказать вам, мои дорогие? Вот перед вами два кейса. Это, кстати, производство ЗФК. Они, кстати, перестали производить кейсы. Мне посчастливилось это купить. ЗФК это профессиональная китайская марка и вот второй чемоданчик, он поменьше, да, значительно вы видите это. Он как раз из многоярусного китайского. Визажист, который забегает на youtube в поисках полезных советов, он очень похож на такую вот открытую пору после паровой ванны, по которой прошлись еще содиум лаурид сульфатом. Либо там лаурил с сульфидом натрия или, в общем, я, короче, в химии не сильна. И вот он, понимаете, он как губка готов впитывать все, что ему говорят и все, что ему рекомендуют. Я буквально вот прямо сейчас пересматриваю видео нашей любимой феи, значит, топового визажиста, который ездит по регионам с мастер-классами. Самый топовый. И слушаю, как девочка рассказывает про то, что Зука ничего не весит. Девочки, еще раз снимите лапшу, пожалуйста, со своих прекрасных ушей. Зука в пустом виде весит 6 килограмм, у нее стальной корпус. А вот эти вот, как бы, да, они в чистом виде ничего не весят, потому что это пластик. То есть кто-то боится пластика, потому что вот он пластик, его можно ударить, и он может дать трещину. Да, разумеется, это так. Но это одно дело. Но когда просто сумочка визажиста в пустом виде весит 6 кг, ну, извините, то есть если вы там с 14 лет участвуете в чемпионатах по бодибилдингу, тогда вперед. Вообще без проблем. Как бы покупайте Зуку и так далее. Плюс еще, если вы в большом городе, вы выкатываете чемоданчик из своей квартиры, а у вас там рядышком лифт, понимаете? Вы из лифта вышли, а у вас там, как бы, такая вот специальная дорожка, да, как раз для таких вот чемоданчиков есть. Это в Москве, как бы, практически в каждом подъезде. Но когда вы живете в городе Кукуева, когда у вас нет своей машины, либо возможности, там, за счет клиента приехать на съемку на такси, то Зуку, которая в чистом виде весит 6 кг, вот она вам точно не подходит. Особенно, если вы весите 45 кг или там в районе 55, обладая эти тонкими ручками и ножками, да, вы начинаете вот это все благополучно набивать. Вот чем больше, чем, значит, у меня там более все разнообразно, все замечательно. И потом придет осознание, а как же я это буду носить? Вот. В моих последующих видео я расскажу об этом вам обязательно. Я не буду делать большие видео. Я вам сейчас просто рассказала про подводку, да, с каким вообще настроением и с какой темой нужно подходить к приобретению. Вот что касается вот этого из многоярусовой китайской истории, вот здесь крепится. Ручка здесь такие, липучки. Если вы не только визажист, но еще и стилист по волосам, вам однозначно нужно многоярусовую сумку. То есть, да, это будет тяжело, но это удобно. Я туда кладу сразу и фотоаппарат и так далее. Кстати, она пришла мне, вот эта вот многоярусовая, я ее покажу, потом профотографирую и вставлю в видео, либо возьму с каталогов. Это вот именно четырехъярусный кейс, очень тяжелый, но мне повезло, ребята. У меня собачка 35 килограмм и ей уже вот в апреле исполнилось 8 лет. У меня накачанные руки. Ты! Ну и что? Мы идем в парк, она меня вот тянет примерно вот так. Ну, сейчас она, видимо, почувствовала в камеру, решила меня не особо тянуть. Ну, это вот примерно такая собака, тренирует мне руки каждый день, несколько раз в день. И потом я побеждаю мужчин, которые стоят терьеры в айрмрестлинг. Привет, кстати, всем троим. Мужчинам, которых я победила в айрмрестлинг, передаю вообще огромнейший приветик. Вот. Накачивание за счет мускулистой, здоровой собаки, которую я завела задолго до приобретения кейсов, задолго до столкновения с проблемой, что кейсы эти много весят. Поэтому для меня это не проблема. Но если вы не занимаетесь спортом, четырехъярусный кейс вас просто убьет. Вот. Он убьет вашу спину и заставит ваш позвоночник стыпаться в ваши трусы. Это я вам точно гарантирую. Поэтому визажист – это не только очень красивая и легкая профессия, но эта профессия, которая требует физической нагрузки. Если вы не будете заниматься зарядкой, отжиматься, или у вас там большая собачка, которая ненароком так прокачала ваши обе руки, и вы можете носить этот кейс совершенно без проблем. О том, чем мы его будем набивать, и как мы будем подходить к тому, чтобы его максимально облегчить, а я именно на это вас буду настраивать, в последующих видео подписывайтесь на мой канал. Это Ольга Швец. Надеюсь, информация была полезна. Она, разумеется, была полезна, потому что, когда я забежала на YouTube такая с настроением там «Эй, вот сейчас я все буду знать, значит, я сейчас все буду ведать». Нет, нет, девочки, к сожалению, я вот на такие видео не напарывалась. Если у вас есть информация о том, что что-то подобное где-то есть, пожалуйста, пролейте мне свет. А вообще, как бы не нагребайте, не нагребайте, концептуально подходите к тому, что у вас будет в кейсе. Концептуально подходите к набору продуктов, потому что многие говорят, вот этот продукт, он такой классный, он такой объемный, его мне хватит на 150 лет. Нет, старайтесь, чтобы рефилы были максимально легкими, старайтесь приобретать магнитные палитры и в них помещать то, что вам нужно. В общем, как бы места-то, как видите, кажется, что много. На самом деле, нет. Вот этот кейс, он максимально большой, и я потом укажу под видео его размеры. И в него стоя входит тональный. То есть, это вот такой вот приятный бонус. Я заказала просто чемодан, я перерыла тогда все-то, вау, вообще просто все. И я нашла максимально легкий, максимально дешевый и, как оказалось, качественный кейс. Что касается, если вы просто девочка, а не визажист, я вам тоже, кстати, настоятельно рекомендую не покупать комод, как это делает большинство почему-то блогеров. Я точно могу сказать, что нормальному человеку комод косметики не нужен. Во-первых, потому что все кремовые текстуры, они имеют такую потрясающую способность портиться. А что касается, вот, кстати, кошечка, мы наконец-то ее увидели. Вот она у меня постоянно, кстати, стремится попасть в кадр, передать вам, видимо, большой пламенный привет. Это русская голубая, она достаточно взрослая. Вот. И вот она тут решила примаститься в кадре. Звезда твиттера. На меня, кстати, 60 человек подписалось, когда я ее фото опубликовала сразу же за вечер. Кстати, я тоже на свой твиттер оставлю ссылочки. Вот. Полезно, информативно. Всего хорошего. Пока.